ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме предложили существенно ужесточить ответственность водителей за стоянку на местах, которые предназначены для инвалидов. Сейчас штраф за это составляет 5000 рублей. По словам автора инициативы, вполне себе здоровые автомобилисты часто не разбирают, где можно парковаться, а где нет. А люди с ограниченными возможностями страдают. Также есть предложение разрешить парковаться на местах для инвалидов, беременным женщинам и многодетным семьям. ТРАССА СТО ОДИН Митсубиши вот-вот начнет в России продажи обновленного Паджеро Спорт. Внедорожник стал больше походить на своего одноплатформенника Пикап Л-200. Новинка получила шестицилиндровый трехлитровый бензиновый двигатель мощностью 209 лошадиных сил. Второй вариант силового агрегата – 181-сильный турбодизель объемом 2,4 литра. Среди электронных помощников есть система помощи при спуске, система освещения поворотов, функция предотвращения столкновений на парковке. Стоимость новинки пока неизвестна. Сейчас Паджеро Спорт продается по цене от 2 млн 616 тыс. рублей. ТРАССА СТО ОДИН Около половины российских автомобилистов регулярно приобретаются на АЗС сопутствующие товары. По данным издания «За рулем» в перечень наиболее востребованных вещей входят кофе, выпечка, вода, незамерзайка, тканевые перчатки, сигареты. Поинтересовались авторы социсследований тем, чего не хватает водителям на заправках. Большинство выбрали вариант ответа «банкомат». ТРАССА СТО ОДИН Зарубежные эксперты составили очередной рейтинг самых надежных автомобилей. Первые три строчки в нем заняли «Лексус», «Порше» и «Кия». Наиболее неубиваемой машиной специалисты признали «Порше 911». В конце списка оказались «Ленд Ровер», «Альфа Ромео» и «Ягуар». Правда, авторы перечня отметили постепенную тягу всех автопроизводителей к повышению надежности своей продукции. ТРАССА СТО ОДИН Специалисты утверждают, что у женщин-водителей больше шансов погибнуть в ДТП или получить серьезные травмы. Риск последнего выше чуть ли не в полтора-два раза, чем у мужчин, а летального исхода больше в среднем на четверть. Объясняется это тем, на каких автомобилях передвигаются представительницы прекрасного пола. Обычно это небольшие малолитражки с тонким, как принято говорить, железом. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания.